Друзья, всем привет! С вами Алексей Шредер. И я в этот прекрасный день в Москве солнечно решил из Екатерининского парка не уходить с турничков. И чтобы дома не записывать в комнате, запишу здесь ролик. Работа с собственным весом. Почему это очень малоэффективные программы с точки зрения роста мышечной массы. Во-первых, я рассказываю данную информацию, исходя из личного опыта. Я уже делился информацией о том, что я начал заниматься хорошо на турниках с собственным весом и на брусьях в 7-летнем, даже в 6-летнем возрасте. То есть я во втором классе, в третьем классе я подтягивался более 20 повторений и был рекордсменом школы по подтягиваниям и по отжиманиям на брусьях. Я эту, как говорится, школу фитнеса с собственным весом на турниках прошел от и до. И в начале, когда я начал заниматься на турничках, подтягивания, брусьях, я очень много работал на брусьях в турниках. И поначалу я солидно окреп. Я был очень крепким мальчиком. Старшеклассники, как я уже говорил ранее, называли меня бычком. У меня бицепп был кругляшом. Знаете, я такой был весь крепыш, жилистый сбитый мальчик в школе. Ну и потом рос, парень был такой весь жилистый сбитый. И меня подкупил этот первоначальный результат работы на брусьях и на турниках, отжимания от пола. Мне казалось, что можно накачаться очень хорошо. Почему? Потому что первоначальный результат пришел. Он сделал меня в глазах старшеклассников бычком, и как бы он меня подкупил, понимаете? Но дальше я занимался до 10 класса. В 10 классе я начал заниматься уже с железом. Я все занимался, занимался на турниках. Подтягивался солидно более 20 раз. Стабильно, вернее, я хотел сказать. Но и солидно тоже сюда подходит. В общем, где-то 25 раз я подтягивался. Отжимался на брусьях где-то раз в 50. У меня были разные программы по нескольку подходов. Я бомбил на турниках, на брусьях, отжимался от пола и так далее. Но со второго класса, да, я подрос, да, костяк вырос. Но визуально в пропорциях, с тех пор, как я стал бычком, я никак не поменялся. Понимаете? Я все таким же остался парнем, жилистым, довольно худым. И работа собственным весом не приносила дальнейших результатов. Именно поэтому, когда люди только приходят в спорт, ну, в спорт, в любительский спорт, они часто любят верить после получения первоначальных результатов работы с собственным весом, что с собственным весом можно накачаться. Понимаете? Но на самом деле это не так. А почему все-таки первый прогресс с собственным весом происходит, а дальше тю-тю ничего? Дело все в элементарной логике и в элементарном природном устройстве. Смотрите. Когда я начинаю заниматься, мне собственный вес тела довольно тяжел. И я не сильно много повторений. Может, я вообще с одного повторения начинаю заниматься. И это для тела большое отягощение. Я начинаю заниматься. Повторения все увеличиваются. Вес тела моего все меньше. Меньшим стрессом является для моих мышц. Все меньше, меньше и меньше. А поначалу стресс велик. Поэтому все меньше и меньше мышечная масса, что касается роста, реагирует на мои дальнейшие тренировки с собственным весом. Конечно, можно как-то утяжелять, отжиматься на одной руке вместо двух, подтягиваться на одной руке вместо двух. Но это какое-то несимметричное развитие, не совсем удобное. Многим такие тренировки не подходят. Поэтому, конечно же, я всем рекомендую, начиная с подросткового возраста, тщательно смотреть за тем, чтобы ваши повторения были в районе 8-10 повторений до отказа в рабочих сетах. И еще один момент. Почему так часто люди подкупаются на то, когда им рекламируют программы собственным весом, уверяют, что это рабочие результаты, уверяют, что можно сильно накачаться, что железо не надо, что приседы становые, жимы лежа, вообще все тяжелое железо, гири, гантели, это все не надо. Собственным весом можно накачаться так же. Во-первых, логически это чушь собачья. Кто-то, собственно, весом там налегке бомбит, а кто-то тяжелые железяки таскает. И, мол, это все одинаково на рост массы. Это, естественно, бред, даже чисто логически. Ну ладно, отбросим логику. Почему люди верят часто в это? Потому что, во-первых, есть много подростков, которые хотят в это верить, они не хотят идти в тренажерный зал. Есть взрослые люди, которые не имеют доступа в тренажерный зал, и им лень сделать свою собственную штангу, или купить, или найти какие-то гантели, или сварить их. В общем, есть много причин, по которым люди ленятся, или какие-то другие причины, не хотят идти в тренажерный зал. И они с удовольствием, с удовольствием хотят самообмануться и принять теорию от кого-то, что можно накачаться с собственным весом. Ладно, если этот человек бесплатно предлагает программу какую-то, но если он платно предлагает, скорее всего, здесь есть какой-то подвох. Потому что, ну как вам сказать, человек может ради продажи программ подхимичить, допустим, или на самом деле тренироваться в тренажерном зале, а сказать ради маркетинга, что тренируюсь только собственным весом, поиметь какой-то результат, или сделать хитрую трансформацию с помощью фотошопа, или без пампа и на пампе до и после сделать фотографии, взять разный ракурс любым способом, и чтобы потом продавать, допустим, программы. Вот, допустим, есть такой человек, американец, по-моему, который на зоне отсидел и выпустил потом книгу, как накачаться с собственным весом на зоне, и сам понимаете, такой огромный качок. Такого не бывает. Этот человек явно обманул людей для того, чтобы покупали его книгу. Те люди, которые, как я сказал, любят самообман и с удовольствием на него покупаются. Я, конечно, не буду в этом плане здесь в комментариях сильно спорить с людьми, почему с собственным весом накачаться нельзя. Ну как накачаться? До уровня физкультурника можно, и если человек устраивает данный результат, я только за. Это прекрасно. Но накачаться даже до уровня своего потенциала роста мышц на 60% нельзя. В общем, если какие-то люди, ну, не согласны со мной, я с вами спорить не буду, не соглашайтесь. Ну, это ваше дело, в общем. Ну, а всем остальным я предлагаю прислушаться, потому что чисто логически, чисто на собственном опыте, чисто вот по наблюдению за людьми другими, которые на турниках годами занимаются, я делаю такой, как сказать, непровержимый для себя вывод. С собственным весом нормально накачать мышечную массу нельзя. Все, всем пока. С вами был Алексей Шрайдер.